В современном мире в текущей геополитической ситуации, безусловно, актуально развитие дипломатических взаимодействий между государствами. Как раз этим и занимаются студенты Института международных отношений Казанского федерального университета. В их работах затрагиваются важнейшие вопросы международных отношений, конфликтов и других проблем нашей необъятной планеты. Самые лучшие работы, разумеется, не остаются незамеченными в кругах научного консилиума. В рамках Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала «Разведчик» победителем и лауреатом первой степени стал студент Казанского федерального университета Егор Белячков в номинации «Лучшая аналитическая работа по проблемам международных отношений и стратегического прогнозирования». Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский лично вручил студенту почетную награду, а также поблагодарил за вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Это один из важнейших государственных приоритетов, которые входят в число трех задач десятилетия науки и технологий. «Тема данная актуальна, так как мы все с вами видим, сейчас происходят такие коренные изменения в структуре международных отношений, во внешней политике, и многих государств мира, в том числе и Австрии. То есть задача изучения таких проблем, она очень актуальна сама по себе даже сказать». Ключевой темой в работе Егора стал австрийский нейтралитет в условиях реконфигурации международных отношений на современном этапе. Все началось с классической курсовой работы. Благодаря стараниям студента и его научного руководителя доклад дошел до Российской академии наук. Там оценили вклад в развитие международных отношений в такое непростое время. Ведь проблема современной мировой политики, глобальной экономики и взаимодействия цивилизаций в эпоху многополярного мироустройства актуальна как никогда. «Ну, нужно сказать, что, в принципе, я узнал вообще о данном конкурсе научно-исследовательских работ, которые Академия наук проводила, от заместителя директора по социально-исследовательной работе моего института Туманина Виктора Евгеньевича. Когда он мне сообщил, это был где-то, наверное, апрель месяц, если я сейчас не ошибаюсь. И, в принципе, где-то месяц я уже начал самостоятельную работу, потом мне помогал мой научный руководитель в рамках данного проекта Шмелев Дмитрий Викторович». В этом году в конкурсе приняли участие более 70 студенческих объединений из 30 регионов России. В финал вышли 17 студенческих коллективов из российских вузов Казанского федерального университета, Севастопольского государственного университета, Псковского государственного университета, Челябинского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, а также Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова и других. Валерия Карташова, Кристина Отекина, Александр Кузнецов. Универновости.